Эти тысячи бревен ждут своей очереди, чтобы отправиться на самый длинный в России пресс для изготовления древесных плит. Протяженность линии почти полсотни метров. Все производство автоматизировано. Вначале на пресс кладут древесные волокна, а уже через 10 минут на выходе получается сформированная плита. Своего рода это заготовка, из которой потом собирают мебель. Древесные волокна, из которых производят такие плиты, похожи на вату. Именно это, по мнению жителей Обширонска, и стало причиной странного явления снега из опилок. Такие осадки на днях переполошили людей. Сегодня директор деревообрабатывающего комбината пытается дать объяснение случившимся губернатору. По его словам, древесные волокна на заводе свалили в большую гору опилок, часть которой разнес ветер. С жильцами вся работа проведена, улица убрана была в тот же день. Я вызывал сам санитарную службу. По Белореченскому Обширонскому району были взяты анализы. Ничего вредного, включая древесную пыль, не обнаружено. Любой бизнес работает во благо людей, но никак не во вред. Поэтому здесь давайте забалансируем все понимания того, что если вы здесь, и в окружении вас находится жилой сектор, конечно, вам нужно шесть себя комфортно. Но самое главное, это не может повториться больше никогда. Это принципиальная моя точка зрения, я надеюсь, и ваша. Да, я могу заверить и вас, и жителей района, что такой ситуации больше не будет. Ну а пилки с неба не самая большая беда местных жителей. На заводе рабочие рассказывают Вениамину Кондратьеву. Район будто замер во времени. Ну а в Обширонске у нас такое, что как будто все предприятия почему-то закрываются, переносятся, а даже налоговая переносится. Не развитие идет его, а наоборот как бы... С 2011 года местные власти никак не могут доделать воздухоопорный спорткомплекс. Центр почти был полностью готов, но работы так и не завершили до конца. За пять лет бездействия в куполе уже появились дыры, а часть оборудования растащили мародеры. Что вы сделали для того, чтобы вернуть 19 миллионов, или заставить подрядчика, даже который был банкротством, в большом счету доделать эти работы? Ну, объекта не может, что я могу сделать. Я сообщал об этом. Если не ваш этот объект, то о чем мы вообще говорим? Район-то ваш. Полная бесхозяйственность и безответственность. Полная. Сколько нам необходимо времени, чтобы мы завершили... В течение полугода мы его сдали. До начала учебного года мы этот спортивный комплекс сдаем. На встрече с губернатором люди жалуются на отсутствие воды. В 21 веке она из домов лишь у половины жителей района. Существующие же коммунальные сети изношены и работают на пределе. Сегодня они в частной собственности уже давно не обновлялись, поясняет глава муниципалитета Вениамину Кондратьеву. У вас водоканал находится в муниципальной собственности или в консессии где-нибудь? Нет, водоканал уже давно акционерное общество. Сколько они вложили сегодня в развитие вообще водоводов, сети и в целом районе? Вот этот ваш консессионер. Я думаю, порядка 50-60 миллионов собственных средств за последние пять лет. А сколько они заработали тогда, если они такие вложения? Судя по налоговой отчетности, из убытков они вышли только в прошлом году. Есть деньги, нет денег. Они взялись за проблему водоснабжения в Широнске. Значит, проблему надо находить. А все остальное, по большому счету, оно их не интересует. Давайте, или они находят, или на самом деле мы примем меры такие, чтобы... Или вернуться в муниципальные собственности, если это прибыльно. То почему бюджет не получает то, что прибыльно? А если для них прибыльно, тогда решайте проблему. Люди должны быть с водой. Они используют те сети, которые еще до нас построили. Но ЖКХ не единственная сфера, где проблемы копятся быстрее, чем решаются. Местные жители не могут попасть на прием к врачу. В районе катастрофически не хватает медицинских работников. Многие доктора перешли из муниципальных поликлиник в частные. В таком случае не всегда удается проверить. Лечат там или зарабатывают, рассказывают главе региона. Мы не можем проверить частные клиники. Они платят зарплату лево-право, где-то белое, где-то черное. Действительно, по черному они платят очень большую зарплату. А по белому получается маленький. Идет отток врачебных кадров. Можно, чтобы мы вот с вашей помощью зашли и проверили частные клиники. Тогда у нас будет... Я здесь не то, что можно, но нужно проверить частные клиники. Знаете, если лежит жалоба на том, что ненадлежащим образом что-то там пытаются делать, химичить, зарабатывать, вот зарабатывать на здоровье людей, никому не позволено. Ни частным, ни к химикам. Поэтому, кто вам мешает, скажите мне. И вопрос будет поставлен ребром. Назрел в районе еще один вопрос. Небольшие предприниматели просят организовать биржу, где смогут покупать лес по рыночной стоимости. Сегодня у них есть около 200 цехов для переработки дерева. Но все сырье в руках одного крупного предприятия. Пусть они раз в аренде у них, пусть заготавливают и на бирже продают по рыночной цене. И тогда будет прибыль и им, и у предпринимателей будет работать, будет прибыль также. Вот такое еще предложение. Есть ПДК здесь в зале? Да, пожалуйста. Можно, да, поясните. Кто хочет работать на услугах по заготовке леса, тот работает. Сейчас от Мостовского до Абширонского района около 70 подрядчиков, которые заготавливают и поставляют лес. Я согласен с тем, что вы добираете добавочную стоимость, но не в ущерб жителям. То есть они все должны быть заняты, они все должны получать достойную зарплату. Даже если необходимо, поделитесь чуть бизнесом с ними, по большому счету. В том числе и добавочной стоимостью. Здесь лучше просто найти вам какие-то конструктивные вещи, для того, чтобы вы могли вместе делать экономику района и города, по большому счету. За последние 10 лет Абширонский район по всем показателям экономики так и не поднялся выше 30-го места. С богатым природным потенциалом он не развивается, а уходит в спячку, говорит губернатор. Безусловно, Абширонский район – это объекты эрекционного показа. Это минеральная вода, это здравницы должны быть. Но к ним надо идти. Сами по себе они не возникнут. Просто пока спит Абширонский район, другие регионы, я не говорю про районы края, регионы, соседние регионы, они максимально развиваются. А вы менеджер, вы топ-менеджер района. И сегодня нужно понимать, что завтра лучше не будет, потому что все, что сегодня есть, оно будет только ветшать, ветшать и ветшать. Поэтому неудивительно, что Абширонскому району не хватает денег ни на благоустройство, ни на модернизацию, ни на коммунальную инфраструктуру не хватает. А ситуация тревожная. Большинство проблем, поднятых на встречу, носят бытовой характер, подводит итог Вениамин Кондратьев. Решить их, возможно, было не доводя до такого критического состояния. Во многом это просчеты местной власти, к которой глава региона рекомендует сделать перезагрузку и пересмотреть подход к работе. Мария Крошная, Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Абширонский район.